Эпидситуация в регионе обострилась. С каждым днем заболевших становится все больше. По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, на 20 июля опасным вирусом инфицированы 348 человек. В телепрограмме онлайн Нимхана специалисты ответили на разные вопросы по данной теме, волнующая общественность. Наиболее распространенными признаками COVID-19 являются повышение температуры тела, постоянная слабость, утомляемость, сухой кашель. У некоторых пациентов заболевания проявляются симптомы гриппа, фаренгита и диареи. Бывает и бессимптомное течение болезни. Способен ли иммунитет таких больных противостоять опасному вирусу? Да, человек заражается вирусом. При положительном результате ПЦР-теста он может инфицировать и других людей. Иммунитет такого больного максимально борется с вирусом и у человека нет никаких симптомов. Например, почему появляется одышка? Этот процесс происходит только в том случае, если у него есть какие-то проблемы в легких. К концу июня месяца в нашей стране был выявлен индийский штамм, который всколыхнул весь мир. Обнаружен ли в Атыраусской области этот дельта-штамм? У нас в Казахстане регистрируются больные индийским штаммом. В дополнение к симптомам коронавируса, которых мы знаем, присоединяется тошнота, боль в животе. Этот штамм высоко заразен. Если раньше больной мог заразить трех человек, то при инфицировании дельта-штаммом сразу пятерых. Этот штамм быстро поражает легкие. Течения болезни тяжелые. В нашей области есть такие больные. Среди тех, кому противопоказана вакцина, есть пациенты с сахарным диабетом. Насколько вредна вакцинация человека с данным заболеванием? Если уровень сахара в утренние часы у пациента не превышает 10 мм на литр, то можно получить вакцину. Я всегда спрашиваю показатели у таких пациентов перед допуском на вакцинацию. Но следует учитывать, что этот вопрос решается индивидуально относительно каждого пациента. В этот непростой период всем следует прислушиваться к советам специалистов и соблюдать меры предосторожности. Болезнь легче предупредить, чем лечить.